Дорогие друзья, всем привет! Ну вот он, вот он наш долгожданный обзор. Да не просто обзор, а звездный обзор. Да не просто звездный, а дизайнерский обзор. Мы сделали Аленой Чушковой целый комплекс дизайнерской мебели. Пойдемте скорее посмотрим, что у нас получилось. Идеально. Я думаю, вы сами все видите, мне нужно слов. Итак, друзья, как вы видите, находимся мы на кухне. За моей спиной находится кухонный гарнитур. Здесь присутствуют и гладкие фасады, фрезеровка, самотехнологичная фурнитура. Обо всем по порядку. Поехали! Итак, начинаем мы с нижней базы. По традиции боковая стенка выполнена из МДФ 16 мм эковолокно. То есть из того же материала, из чего и выполнены фасады. Фасады эковолокно Soft Touch цвет капучино. Интегрированная ручка в торец. Здесь у нас находится стиральная машинка, встроенная под фасадом. Здесь у нас находится волшебный уголок. Кстати, сразу вам скажу, что все просто я не смогу открыть, так как здесь уже Алена живет. И не очень правильно показывать внутреннюю кухню. Итак, здесь у нас установлен обычный фасад мусорное ведро. Установлен измельчитель пищевых отходов. О нем я чуть попозже расскажу. Здесь у нас установлена посудомойка на 450. Здесь у нас ящик с поводком. Далее нижний ящик на пуше. Здесь ключевая сложность была в том, что необходимо было сделать нижний ящик немножко по глубине меньше, чтобы они смотрелись по фасаду брови. Это основная история, с которой мы тоже поборолись. И, как видите, получилось идеально. По-другому я сказать не могу. Дальше перемещаемся. Здесь также ящик на пушах под духовым шкафом. То есть сам духовой шкаф, микроволновая печь. Здесь у нас полки обычные. Конечно же, встроенный холодильник. Здесь морозилка. Здесь над барной стойкой у нас располагается также фасад с обычными полками и антресольная часть. Внизу под барную стойку мы сделали из ЛДСП Эггер. Специальное подстолье для того, чтобы столешница четко легла на поверхность нашего подстолья. Давайте пробежимся по средней базе. Толщина фасадов 20 мм, так как нанесена фрезеровка. Также эковолокно, слоновая кость. Внутри здесь у нас фасад распашной, встроенная вытяжка. Мы ее закрыли такой декоративной панелью, чтобы это смотрелось красиво. В данной части у нас установлен подъемник Aventus фирмы Blume. Нержавеющая сушка внутри. Дальше перемещаемся. Фасад у нас здесь обычной полки. Также система хранения. В верхнем ярусе у нас располагаются антресоли. На типонах фирмы Blume. В верхних модулях, так называемой антресоли, у нас через все ящики проходит вытяжка. То есть пришлось сделать 14 выпилов, подгонять это все на месте сборщиком, для того, чтобы вот здесь находится выход, то есть вытяжки. И все это мероприятие вести вот сюда. Вот так вот проходит труба через все ящики. Также хочу вам рассказать про полку. Она сделана из МДФ уже 32 мм. В нее также встроена вытяжка... Вытяжка... Еще раз. Вот это, кстати, можно будет вставить. Прикольно. Как вы успели заметить, здесь находится полка. Это тоже изготовили мы. Толщина 32 мм. Покрыта также эковолокном. Ключевая фишка, что здесь использованы скрытый монтаж. То есть совершенно вы не увидите ни одного винтика-болтика. Также снизу встроенная подсветка. Переходит это все в фальш-панель, которая также выполнена с фрезеровкой. Как это гармонично, красиво перетекает во все фасады. Также подсветочка у нас выключается на кнопочке. Около вытяжки очень удобно. Здесь функционально. Что-то готовишь. Раз, сразу включил. По-моему, быстренько. Здесь у нас установлена 4-конфорочная плита. По раковине. С правой стороны располагается кнопка для включения измельчительных пищевых отходов. Сам кран. Холодная горячая вода. Здесь кран для включения воды фильтрованный. И также дозатор для жидкости мытья посуды. Также цоколь выполнен у нас из МДФ. Покрытый цветом капучино, софтача, эковолокно. Сделано специальное вентиляционное отверстие для того, чтобы проходил воздух у холодильника. Я вам рассказал о том, что есть две модульные конструкции, которые поддерживают столешницу. Они выполнены из Эггера Дуб Глэнстоун. Итак, друзья, краткое резюме по данной кухне. Использовать фурнитура нашей фабрики, Фирмакс, Блюм. Различный микс, так как были сложности с поставками фурнитуры в России. Сами знаете почему. Выживали как могли, но тем не менее установили качественную фурнитуру, которая будет служить долгие года. По материалам использую эковолокно, цвет солоного кость, капучино, внутренней части ЛСП Россия. Капучино. Также подстолье для столешницы ЛДСП Дуб Глэнстоун. Стоимость кухонного гарнитура без столешницы, техники и сантехники составляет 605 тысяч рублей. Если вы внимательно меня слушали и вы знаете, что я сказал, мы сделали комплекс изделий, а значит на этом все не заканчивается. Пойдемте посмотрим, что у нас получилось дальше. Итак, друзья, находимся мы в коридоре. Здесь реально просто титаник красивейший. Фрезеровка, волна, я даже не знаю как его описать. Давайте ключевые фишечки данного шкафа. Нестандартные глубины, переходящие из 420 мм в 600 мм глубиной. Для чего это сделано? Для того, чтобы у нас дверь функционировала, открывалась и был достаточно большой проход сюда. Здесь уже нам двери не мешают. Здесь глубина шкафов 600, как я уже говорил. Основная фишка данного шкафа, 180 мм вот эта вот часть, она также закрывается фрезеровкой, отдельно планкой, для того, чтобы это смотрелось очень плавно, переходящим от меньшей и большей глубине шкафа. Выполнены также из того же материала, что и у нас кухня. Слоновая кость, фасады 20 мм из МДФ, покрытые эковолокном. В той же композиции выполнен и нижний цоколь, и верхний цоколь. Фасады распашные, ручка интегрированная в фасад бронзового цвета, также фрезеровка, далее переходит у нас в зеркало, для того, чтобы расширить пространство. Как я уже говорил ранее, наполнение показать вам не могу, в качестве этикета. Я вам поставлю вот здесь вот картиночки, по наполнению вы посмотрите уже своими глазами. Общая длина этого Титаника 3 метра 100 мм. Каждая часть по 1030 с копейками. Мы посмотрели с вами обзор краткий шкаф, который находится в коридоре. Стоимость его составляет 303 тысячи рублей. Пойдемте посмотрим в спальню, какой получился у нас там дизайнерский шкаф. Итак, перед нами шкаф номер 2, мы находимся в спальне. Здесь также по-прежнему открывать я не могу, но расскажу вам про внешнюю часть. Эковолокно МДФ 16 мм, как видите, без фрезеровки, более спокойный для зрения. Также используются бронзовые ручки, интегрированный фасад. Значит, 4 распашных фасада, андресольная часть, 4 распашных фасада на Типоне. Нажал, открыл. У нас внешняя часть корпуса, то есть боковая стенка, также выполнена за МДФ 16 мм, чтобы это смотрелось все в один цвет с фасадами. Ну, конечно же, по стандарту цоколь и верхний, и нижний выполнен цвет фасада. По габаритам глубина 500 мм, длина 1700 мм, общая стоимость данного шкафа составляет 170 000 рублей. Алена, спасибо большое, что доверились нашей компании, моей компании. Нам было приятно работать над вашим проектом, над вашей мебелью, кухонный гарнитур, шкафы, вложили душу. Что скажете, как вам наша работа? Ну, во-первых, хочу сказать огромное спасибо за то, что все сделали очень оперативно и быстро. Очень красиво про это я вообще уже молчу, это и так все видно. Спасибо. И очень удобно. Всем реально рекомендую эту компанию, потому что они делают качественно, быстро и идеально. Ну, я думаю, вы сами все видите, тут не нужно слов. Друзья, вот и подошел наш звездный обзор к концу. Я благодарю еще раз Алену Шишкову за то, что разрешила сделать обзор ее мебели. Я уверен, вы нашли массу классных штучек для себя и ее поставили в заметочку для того, чтобы выплатить в будущем это в вашей мебели. Если вы не знаете еще, у кого заказать мебель, обстановщик велком. Я и моя команда воплотят все ваши задумки, дизайнерские задумки в реальности. Я вам желаю по традиции легкого ремонта. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok